Дима, давай! Да иди сюда! Привет, я Вера Гомас! А я Дима Ныч, мы семья и мы работаем... Мы семья и работаем! Давай! Мы работаем и живем... Ну перестань держать, пожалуйста! Мы семья! Мы семья, которая живет и работает в Китае! Добро пожаловать! Привет, я Вера Гомас! Я Дима Ныч, и мы семья, которая живет и работает в Китае! Добро пожаловать! Сидим, который сейчас уже играем в джангу и покажу, что у нас получается. Ну, всего лишь первый час. Да у нас тут битва не на жизнь, а на смерть. Реально ситуация уже безысходна. Да ладно. И начали все снимать, когда уже ситуация безысходная и что я проиграю. Да чё ты проиграешь? Интересно, уже когда конец. Но следующий буду я, если ты сейчас... То есть, чтоб я был неудачником, Виталий. А чё? Ну, потому что тут уже без вариантов. Кто тянет, тот проигрывает сейчас. Можно попробовать... Ну да. И всё, и только это. Больше вариантов вообще нет. То есть, получается, я сейчас буду неудачником, да? Я сильно не хочу проигрывать. И всё? Сильно не хочу проигрывать, поэтому я сейчас буду лезть из кожи вон, чтобы... А негде лезть. Есть только вот этот выход. Вот тут сверху. Да я вижу, но это не прикольно. Не должно так быть. Всё? Куда? Ну серьёзно. Ну что? Как можно было вот эту попытаться тянуть? Ты что, не видишь, что она заваливается? Ну получается реально безысходность. Дима, давай. Ну у тебя только... Да, давай сюда. Только вот эту. Эту, да. На серединку стоит. Так что, мы сейчас... Ну и... Игра зашла в тупик. Так так можно вечно сделать? Нет. Ну и что делаем? Если... Ну всё? Они всё. О, я встал наконец. Настенька, какая она... А как ты собрался это делать? Поднимай и ставь её. Ого! Ничего себе! Ну и сейчас... И всё, нет вариантов. Но походу у меня реально, да, нет вариантов. Ничья? Давай, Кирилл. Так как это... Ну попробуй тянуть внизу. Но тут ничьей не бывает. Это по-любому кто-то должен это. Кто последний? Кто последний, кто-то играл по-русски. Что, не осталось больше? Подумай. Ну как? Как? Вот так? Да да, не пьюш. Ты не делаешь. Ну а как? Ну нет выходов. Мы дошли до такого уровня, и ты просто взял и вот эту потянут. Как можно было? Ну нет выхода больше. Всё? Я, может быть, потянул бы какую-то, я не знаю. Какую? Так нет других, не было. А чтобы, знаешь, вытянул резко, оно стало вниз. Нет! Как скатерть из-под этого. Вот так рады. Ну мне выпало... Она должна была бы вот так вот стоять. Да. Она не может по тебе стоять. Я не знаю. Я бы охренелась, потому что сбежала. Получилось, что я последний. Ну да. Там надо было, по сути, единственное, что делать... Всё, вот это вот наше приключение. То, что вы видели там последний раз. Играли в эту игрушку, где вытянуть эти штучки, и пирамидка упадёт или не упадёт. Да. Джанго. Как мне подсказывают тут извне. Вот. Прошло после этого часов шесть. И я вот сейчас перед вами в таком виде. Мы прошли через путь этого ресторана. Мы ждали час целой еду. Потом мы пили целый вечер элитный алкоголь на улице. А теперь... А теперь я оказался во фризере. И вот мой конец вечера. Привет. Дима до сих пор со мной, а Саша уже уехал, потому что Таня ему примала мозги, сказала, тебе нужно быть до 12. А сейчас без 15-12, поэтому Саша успел. А я тусуюсь. Дима, ты тоже, походу, да? Я тоже тусуюсь. Я. Ты. Официально заявляешь. Так. Что я хочу. Так. Через полтора года уже беременеть. Так. А ты меня спросила об этом? Хочу ли я забеременеть через полтора года? А ты не против? Ну, я не знаю, что будет через полтора года. Я не против. Если все будет отлично, я и через полгода не против. Кирилл мне только что сказал. Инна, ты знаешь, я, наверное, погрею свою бороду и голову. Это будет очень прикольный эксперимент. Я чуть не упала в обморок. Причем, голову тебя волновало меньше, чем борода. Хотя, да, мне очень интересно увидеть, какой он без бороды, но в то же время мне безумно страшно по этому поводу, потому что я люблю этот кейп, как он есть, и я привыкла к нему такому, и это очень устраивает. Нам нечего было делать, и мы решили пойти в Пинчук, и здесь очень-очень странная выставка. Причем она какая-то больше в негативных тонах. Смерть, кости везде лежат. Вон, смерть с косой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Очень сильно хочу вот эту вот штуку, которую я показал, себе домой. Реально, что в прихожей такое висело, ты заходишь, и оно блымает глазами. Итак, всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка. И я вам скажу, я выяснил за время проживания с Инной, что Инна на самом деле скрытая сладкоежка. Она этого не признаёт в открытую, но конфеты для неё это чуть ли не одно из единственных утешений в жизни. Те вещи, которые могут её порадовать вообще так, как ничто другое. Она мне прожужжала реально все уши. Причём, понимаете, когда ей покупаешь какую-то обычную шоколадку, конфету какую-то, это вообще не катит. Оттуда какие-то посылочные вот эти конфеты, что-то такое, чего там в магазине ты просто пойдёшь и чего там нет. Извращённые в этом плане мои вкусы. Сегодня обратился за помощью к ребятам из Запорожья, то есть к моим землякам. Есть такой торговый центр Фортуна в Запорожье, и в нём находится магазин Candyland. Это магазин, который специализируется на конфетах. Конфеты там привозные, то есть те, которые вы просто так не купите. Сегодня, в общем, будем заниматься тем, что распаковывать вот такую огромную посылку. Она реально тяжёлая, весит она килограмма четыре. Приступаем к распаковке и будем по чуть-чуть смотреть, что здесь. Я помню, самый рекорд, когда вот, когда мы тогда распаковывали... Когда мы вот тогда распаковывали вот эти, что Лёша обливал, мне кажется, их поменьше было, да, конфет? Их было тогда два килограмма ровно. А сейчас три с половиной. Так если мы тогда умирали, то что с нами будет сейчас? Алиционно здесь куча скотча всякого. Они так запаковали, как будто эти конфеты в космос собрались, космонавтам отправили. Ящик, конечно, бездонный. Чтобы вам было интереснее, поставим его, чтобы не видели, мы будем брать... Ой, мне заколад! Посмотрите! Посмотрите! Конфет до хера! Ой, у меня аж в ушах зазвенело. Не могу, не могу. Такая довольная. Итак, первое, что нам попалось, Джелли Белли с пивом. Поехали. Поехали с пивом. Да? На вкус какая баллон светлая. Закинемся пивком и поехали дальше. Я вот нашел сразу что-то большое. Да, это хариба. Это... Что? Я такой, на самом деле... Ты шаришь все вот эти камни. Я первый раз вообще такое вижу. Какой-то хариба, какой-то... Это медведь какой-то тут нарисован. Бери по одной и откладываем. А еще Кирилл сегодня идет, например, в Звездных войн. И оставит меня на длине с вот этим вот... Ящиком. Но хариба офигенная. Они похожи на зефир, только это не зефир, и он клубничный. Хариба офигенная. А это я Кириллу специально не сказала и заказала его любимые жвачки 3D. Там, кстати... А ты говорил, что все для меня, все для тебя любимые. 3D, кстати, не знаю, это американские жвачки и на вкус офигенный. Ни один D-Roll, ни один Orbit с 3D там не сравнится. M&M's мы заказали с арахисовым маслом. Ну, давай попробуем. Давай. Убери и давай. Все, мой уровень счастья повышен до максимума. Вот эти Канон Дэмс такие, как были в детстве. Самые-самые первые. Они такие офигенные. Ммм. Компетки. Like and like написано. Ничего себе. Я заказала специально вот такой вот вкус, потому что там максимально много бананов. Топический тайфун и сделано с настоящим фруктовым соком. Конечно... Очень интересно. Но у меня вызывает сомнения насчет настоящего фруктового сока. Поэтому давайте... Да, вот это мне интересно попробовать. Они разные. Класс. Есть синий, есть оранжевый. Давай я тоже с тобой синенький. Вот, берем по синей. Это желательно не контакт. Вот эта синяя конфетка на вкус как реально катагазировка с соком. Вот это вот напиток без газа и с натурального сока. Поэтому давайте... Я очень мне интересно попробую. Давайте взболтнем. Что это? Лему. О! Как нам... Ну, это... Это мне такое нравится. Кисленькое, прикольное. Да? Ну, чувствуется, что не перебор с сахаром, поэтому прикольно. И, кстати, я в шоке, оно... Оно не сладкое. Это вот это то, что я люблю. Я люблю больше такое кислое, чем сладкое. Вот анчери. Очень хотела попробовать его. Ого. Давай не поделимся. Оно, понюхай, как пахнет. Прямо пахнет черешней. Не вишни, а черешней. А ну давай здесь... Да подожди куда-то сделаем изо рта в рот челлендж. Или как там это делается? Давай. Как бы я хочу, чтобы я укушу. Чё это? Ну, оно, кстати, на вкус ничего такого. Ну, типа прикольно, но в магазинах вот эти черешники бывают, продают. Вот, на фик-так... О, кстати, пончики, гляньте, тут пончики. Какой там блокстарс. Это со вкусом пончиков. Я думаю, мы открывать сейчас не будем, а это так, да? А теперь посмотрите. Это же мое счастье. Шо? Так. Ну, покажи всем. Я хочу, да. Это просто жесть, ребята. Вот это мы тоже на Новый год оставим. Это с карамелем. Ого. С орехами. Мистер Макс и это Миссис Кэти. Я два ребенка в одном. А прикинь реально, вот они вырастут и вот так вот будут сидеть, и мне кажется, им тошнит уже будет. Они будут блевать, как Рэд-21 от них этих шоколадок. Ооо. Ну, кстати, мы уже лечат зубы. Ну, да, Миссис Кэти уже, он ходил к стоматологу. Ваа. Здесь есть даже такой арахис. Угу. Да, какой-то. Ну, и напоследок, я заказала то, о чем мечтал очень сильно Кирилл, и что он хотел попробовать. И сейчас мы проверим его данные физиологические. А еще, конечно, не очень прикольно, что он сейчас болеет, и у него не совсем развиты все чувства. Ну, я чувствую все вкус шоколада, конфеты, все чувствую, поэтому... Короче, жесткий токсиквест. Если честно, фиолетового я еще не видела. Максимум нужно продержаться 60 секунд. Ну. Минута. Вот что, что мне реально интересно, вот такие всякие штуки, которые там ты испытываешь в себя, какой-то прикол. А просто горсть шоколада, да, это прикольно, там попробовал, но я там, не знаю, мне кажется, я уже вырос с тех пор, когда хотелось все вот это пробовать. Для меня сейчас прикольно пробовать бургеры, хот-доги, поэтому токсиквест... Кстати, Кирилл, она, я думала, что у нее какая-то жевательная, а она реально как леденец. Да, поэтому ты должен ждать, пока... Должна ждать, пока она рассесывается. Ну, поехали, раз, два, три. Ну, пока все нормально, пока она просто кисленькая. Она разваривать не может, да? Я бы сказал, что без программы держу 60 секунд. Ну, 26 секунд, ммм? Ладно, как это? Да? Это не очень сладко. Ну, у меня вот началась сладко. Короче, ребята, 40 секунд, и пихаем в рот сразу две конфеты. Взяли мы по две конфеты, поехали. Раз, два, три. Короче, ты проиграла, да? И она проиграла, не прошло 15 секунд. Ты проиграла свою пиццу. Ну, это жестко, конечно. У нас, ребята, 45 секунд. Не сладко? До сих пор? О! Начало пропускать. 56 секунд. 58. Минута, ребята. Минута, и она реально начала сластить. Мы уже все, типа, пропускаем. Минута 11 я выплевываю, чтобы не говорили еще о халтуре. О, ну, это интересно. Был момент где-то на 20-30 секунде, когда реально было жестко. Вот такой вот у нас сегодня получился слегка сумбурный обзор всех вот этих вот сладостей. Toxic Waste нас порадовал. Съемка почему-то, кстати, прервалась после того, как прошло чуть больше минуты, после того, как мы продержали три конфеты. Но, я же вам говорю, ничего случилось. Реально после 40 секунды эффект, в принципе, прекращается. Я очень счастлива, что у меня столько теперь есть шоколада. Я надеюсь, я его постараюсь скушать хотя бы до Нового года. Я знаю, что на Новый год их ничего не останется. Это Кирилл думает, что все-таки остается. Я питаю надежду, что столько шоколада съесть, это слипнется в одном месте. Если вы посмотрите видео Кирилла и посмотрите нашу распаковку, и у вас тоже возникнет желание заказать сладкое, просто скажите ребятам, что вы от Кирюши Аккуратного, они сделают вам 5% скидки на ваш заказ. Для тех, кто из Запорожья, вы можете прийти прямо в этот торговый центр Фортуна, подняться на третий этаж и лично лицезреть все вот эти вот сладости, выбрать то, что вам по душе и купить это прямо там у них. Не нужно заказывать по новой почте, хотя, кстати, с новой почтой тоже нет никаких проблем. Буквально вчера они нам выслали, и сегодня днем мы уже забрали, то есть тоже проблем никаких нет. Кого интересует сумма этого всего, это примерно 850 гривен, это недорого на самом деле. Заказывайте сладости, подслачивайте свою, у кого может быть горькая жизнь, сладостями, радуйте своих близких, мам, пап, девушек, бабушек. Это очень крутой подарок на Новый год, для деток, кто хочет. Ну да, для деток, мне кажется, это вообще, я думаю, дети все любят сладость. Тут какая-то жесть уже начинает происходить. А-а-а, не-не-не! Всем приветик, мы сегодня на допримерном показе «Звездных войн», вернее, это не эпизод. А-а-а, Дима, что это, это же не эпизод у нас. Это история, вот, у нас история, и мы немножко перевоплотились, думали мы, что мы будем только вдвоем такие, втроем. Вот, но оказалось, что тут еще есть у нас обладатель офигенного костюма. Самый лучший костюм в Калактике просто. На эфире. Вот, так что, ну людей, кстати, немного, но до показа сколько? 40 минут у нас еще где-то есть, да? Да, еще где-то 40 минут. 40 минут, так что, надеюсь, что все-таки люди еще поднабегут, что мы тут не втроем будем такими. В общем, ребята, все-таки фанаты начали собираться. Вот Дима тут даже попросил перформанс сделать специально для него. После сражения. В общем, вот такая вот постанова. Вообще в восторге. Ради тебя девушки вообще дрались на мячах. Так, в общем, после небольшого перформанса и фотосессии, все-таки настало время зайти уже в кино, наконец-то. Думаю, реклама как раз закончилась. Рядом просмотр. Спасибо. Дима, что, мы все заходим, да? Да, просканировали наш билет, мы теперь заходим в зал. У нас третий вечер. Здравствуйте. Фух, закончили мы просмотр «Звездных войн». Реально, впечатление очень офигенное. По сюжету понравилось больше, чем... Ах ты, Дима, хватит уже убивать меня. По сюжету понравилось реально больше, чем седьмая часть, то есть было интереснее. Космические сражения были круче, как по мне. Немножко не хватило именно джедайских всяких фишечек, вот этих дуэлей на мячах. Но этого было достаточно в предыдущих частях. Поэтому здесь было много другого. Так что приходите, не пожалейте. Реально, ну, как по мне, то круче, чем седьмая часть. Дима, что ты скажешь? Лучше, чем седьмая? Да, отлично. Намного лучше, чем седьмая. Все, короче. А вообще, пора уже вызывать такси, ехать домой, потому что все, уже 12 ночи. А завтра будет недель. Все, пока-пока.